Тан-тарадан! Ребята, всем здорово! Сегодня у нас будет музыкальный видеоролик, потому что близится просто волна смартфонов. Мне они сами уже надоели, но я не знаю, я реально не успеваю просто за китайцами. Они выпускают каждый день новые модели и я не успеваю их даже приобретать. В магазин отправляют, там заказы. Короче, со смартфонами творится что-то и многие предлагают всякие протестировать, поэтому впереди волна будет смартфонов. А сегодня я решил отвлечься от них и показать вам что-то новенькое. Вот то, что вышло совсем-совсем недавно в мире музыкальных гаджетов. Вот такой вот коробочек есть, который недавно приезжал со смартфоном Blackview с магазина Кули Кул. И здесь находится, ребята, колоночка с Bluetooth и NFC. Стоимость ее 20 долларов. Бренд вот... Вот он, собственно. Адо... Нет, здесь отсвечивает. Адо Мэйдс 3. Что-то я Мэйдс 7 хотел сказать. Мэйдс 3. Что-то похожее Мэйдс 7 у Huawei телефон был, я тестировал или что-то такое. Итак, открываем. Я ее уже слегка помучал. У нее здесь не очень презентабельный вид. И сегодня мы начнем с нее. Короче, колонка стоит 20 долларов. Когда, в принципе, я увидел стоимость, открыл, посмотрел. В принципе, комплектация прикольная. Так, ну, сделано, знаете, все недешево, недешево. В комплекте вот такой вот шнурочек идет. Ну и, в принципе, там еще бумажка, которая мне не пригодилась. Я думаю, вам тоже не пригодится. Итак, что мы имеем? Вот такую вот небольшую колоночку. Но она реально маленькая, смотрите. Ну, вот в руке. То есть, по сравнению с другими, Xiaomi у меня все позабирали колонки, поэтому не с чем, конечно, сравнить. Но она реально маленькая. То есть, вот если лежит телефон, вот колоночка. Маленькая. Есть у меня гамбургер-колонка, но за ней лезет такая маленькая станидила, которая раскладывается. Но она очень дешевенькая, простенькая. Вот. И я посмотрел, такой, ну, знаете, она увесистая. Думаю, ну, ничего. Ну, что? Чем она меня вообще удивит? Вот. 20 долларов. И, ребят, я даже, несмотря на характеристики все, просто подключил ее к айфону и включил. И здесь я офигел. Вот эта пиндюрка, оказывается, в ней 4 ватта. Батарейка в ней тысячу, вот я не помню, тысяча пятьсот или тысяча восемьсот. Здесь не написано. Вот. Но на сайте есть там характеристика. Короче, эта колонка может проиграть сутки. Реально сутки она может проиграть. И громкость у нее. Вот я даже специально, я когда бывают в шоке, я что-то тестирую. Я иду, например, к Ангелине и говорю, вот смотри, вот колонка. И включай. Она. Это она играет? Я говорю, да. Она тоже, в принципе, в шоке. Потому что действительно колонка удивляет. Удивляет. Белая матовая сразу так замасывается почему-то. Выпачкивается. Вот. Короче, ребят, ну, реально выдает. Вот. Очень круто. Я не знаю, есть ли смысл ее показывать, как она звучит. Опять же, через динамики. Включается одна кнопка. Тенден. И, в принципе, все. Ну, хотя сейчас я попробую. Она у меня была подключена, поэтому я не думаю, что придется подключать. И битус у нас уже подключилась она. Ну, реально очень громко играет. Очень громко играет. Вот она уже подключилась. Заходим в музыку. Что-нибудь сейчас я вам включу. Ну, как всегда, чтобы непонятное, что это будет. Так. Запускаем что-нибудь. Что-нибудь. Я опять реально в шоке, ребят. Она очень громко орет. Я вам скажу сразу, что здесь не проработан бас. Вот. Прям нету глубокого такого. Ну, что от нее можно там ожидать? Но с громкостью. Не то, что прям бас вообще там отсутствует. Но если бы сюда бы добавили, было бы очень круто. А так вот чисто она орет. И качество звука неплохое. И самое худшее, что я слышал, честно вам говорю. Вот реально. Вот я включаю только. Понимаете, мелодию. И мне хочется выйти на улицу, например. Если бы я был такой. Снимал бы какие-то социальные эксперименты. И не знаю, на улице она бы потише, наверное, играла. Ну, в каком-то помещении. Дал бы просто человеку в руку эту колонку. И включил бы. И сразу вот первое ощущение. Я вам скажу честно. У всех бы, наверное, открылся рот и сказал. Да ладно. Да не может она так играть. Но реально громко играет. Вообще же. Короче, ребят, не буду больше мучать YouTube, чтобы он там сомневался, его мелодии или нет. Ребят, если кому нужна колонка, которая очень громко удивляет, очень громко играет, и вы хотите удивить своих друзей, можете приобретать. Бас реально, ну, поменьше. То есть, если брать Xiaomi, конечно, она подороже будет там на 7 на 8 долларов. Она играет по-своему прелестно. Плюс у нее бас добавлен. Но вот эта вот пиндюрка со своей встроенной батарейкой, не знаю, конечно, здесь реальных 1800 или нет. Или 1500, я просто честно не помню. Вот. Но то, что там хватит вам на, там, от 15 часов, там, от 15 и выше, там, до 20 часов, там, такие цифры звучат. Это, это 100%. Ну, 10 часов она точно проиграет, чтобы, понимаете, я не могу сидеть 10 часов тестировать колонку под музыкой. То есть, у меня нет столько времени. Ну, то, что я вот за время тестирования ни разу на меня не попросила зарядки, это для меня уже показатель. Ссылка на нее будет в описании. Она стоит 20 долларов. Если когда-то там в магазина появится купон или скидка, они мне сообщат. Я вам потом в группе, например, скину, если кто-то там не успеет купить или купит. Ну, короче, как-то так. С колонкой мы разобрались. Реально прикольная штука. Удивляет по-своему. Так, дальше, ребятки, также эта посылка приехала с Куликулом. Так, ребятки, это не то. Вот, вот то, что я искал. Это мы убираем, это в другой раз я вам покажу. Действительно прикольная штука. Кому нужно будет, потом посмотрите. Это у нас посылка тоже с Куликулом. С этим продуктом я познакомился еще в Китае. Здесь у нас наушники от Yumi, кто как, короче, называет. Сейчас мы их посмотрим. Вот так они уже выглядят. Я их видел в чуть-чуть другом виде. Вот они. Voix Blue. Наушники не дешевые, как для Китая. Они там стоят 40-40 с копейками. Там посмотрите, если кому интересно по ссылке. Тоже, если какие-то купоны будут, я вам посбрасываю или потом в группе скину. Но, короче, наушники. Как я с ними познакомился? Давайте я буду потихоньку их распаковывать и рассказывать. Когда я был в Китае, со мной связались менеджеры Yumi. Yumi. Вот. И говорят, Игорь, у нас есть что-то новенькое, мы хотим тебе показать. Вот. И пришли ко мне в отель. Ну, кто смотрел влоги мои с Китая? Там я все, в принципе, рассказывал. Как это? А, вот так снимается. Картоночка. И, в принципе, они принесли на тот момент Yumi Iron. И еще принесли вот эти вот наушники, которые в результате подарили Антону. И Антон обещал их протестировать по-своему. Просто использовать в повседневной жизни. И потом поделиться. Они были прототипы, без коробочки, без ничего. Такая инженерная версия. Чисто, короче, для тестирования. И я сказал, ну что, как я буду показывать своим зрителям? Просто наушники, без комплекта и так далее. Вот появится, там отправите мне. Ну, и так, короче, они пытались отправить. Но быстрее отправил магазин Kulikul. За что им огромное спасибо. И сейчас мы с вами вот посмотрим, как они выглядят. По первым ощущениям, когда мы слушали их в Китае, я вам скажу, неплохо. Но цена китайская была немножко ниже. Да даже не немножко. Там что-то вообще заявляли в районе 20 долларов. Ну, плюс доставки добавили, магазин накручивает. Ну, короче, туда-сюда. Вот и получилась, наверное, такая стоимость немаленькая. Хотя, может, она и падать будет. Короче, ну, то, что имеем на данный момент. Слушайте, запаковано как-то вот по-дурацкому. Наверное, вот так вот. Нужно будет их доставать. Вот. И, в принципе, пишу я Антону. Антон, ну что ты протестировал наушники? Он говорит, я их послушал два раза и забросил. И не было времени и так далее. Поэтому сейчас, прямо в этом видеоролике, мы с этими наушниками разберемся и поставим точку в них. Они работают через Bluetooth. Играют в районе 10 часов на одной зарядочке. В комплекте у нас идет микро-USB кабель USB для зарядки. Идет вот такой вот мешок. Вот. Такой вот мешок. Ну, типа что-то под замш сделано. Такое. Ну, качество, если честно скажу, не очень. Ну, может он специально такой нужен. Ну, вот как-то так вот с коробки. Оно все какое-то такое. Не очень. Мешок такой. Есть и есть. Спасибо и на этом. Так, и вот, собственно, сами наушники. Чем мне понравились наушники? Что они компактные. Они не огромные. Вот. Здесь металлические. Как видите, крепления металлические. Здесь у нас никакой резины, ничего. То есть, никаких там мякушек. Только Mad in China. И, в принципе, все. Правый, левый. И логотип VOIX. Здесь у нас такой лакированный черный пластик. Здесь пластиковые. Все они пластиковые. Пластик здесь сверху напоминает у нас soft touch что-то. Может он и есть. Но очень похоже. И здесь вот у нас пульт управления наушниками. Что сразу мне не понравилось, что кнопки были не выпуклены. Короче, их на ощупь очень. Когда у вас наушники на голове одеты, вам на ощупь трудно понять, где у вас плюс, где минус. То есть, понятно, что со временем вы привыкнете. Но сам факт, что бросилось в глаза, потому что мы их немножко слушали еще в Китае. И, то есть, смотрели и так далее. Делали какие-то свои первые выводы. И, по первым ощущениям, было очень даже неплохо. Помню, что была проблема подключения к смартфону. И нужно было просто при включении зажать и удерживать. Тогда режим, в принципе, Bluetooth в наушниках включается в режиме поиска. И тогда мы, собственно, подключаем. Сейчас я попробую. Не знаю, включены они, заряжены или не заряжены. Сейчас мы попробуем. Вроде как, вот, синеньким начало мигать. Вот они в поиске. Ну и, в принципе, сразу вот у меня, вот у меня на смартфоне, вот Blue. Подключаемся мы. Сейчас я их буду тестировать уже, эти наушники. И уже буду возвращаться с какими-то впечатлениями. Все, я наушники подключил. Они начинают мигать или нет? Или вообще? Ну, вот так, да, они мигают в режиме. Сейчас, секундочку. Ну, вот так вот. Поэтому я пойду их послушаю. Может, они чем-то отличаются, потому что говорили, что будут дорабатывать, улучшать. Ну, вот такие наушники. То есть, на башку большую даже налезут. Но не всем удобны вот такие вот маленькие амброшюрки. Сейчас я протестирую, ребятки, вернусь и сделаю свое заключение по наушникам UMI Voice Blue. Ну что, ребятки. Протестировал я наушники. UMI, UMI, UMI. Ну, для меня они будут UMI. Компания изначально для меня называлась UMI. Что хочу сказать. Ну, такое впечатление странное. Хотя я вот начал разбираться в этих впечатлениях, чтобы донести до вас, как же вам объяснить, как играют эти наушники. Давайте начну, наверное, не с того, как они играют, а с внешнего вида. Что мне понравилось. Понравилось, что когда ты одеваешь их на голову, ты не чувствуешь вот этой зажатости, что тебе как будто давят на твою голову, тебе быстрее хочется снять наушники. Это есть большинство производителей, которые забывают об этом. Ну, в принципе, напихают побольше железа, чтобы они были прочные. Они забывают о том, что наушники на голове не должны, то есть, возникать дискомфорт, вы сами понимаете. Здесь объяснять нечего. Вот с этими наушниками таких проблем нет. Они, в принципе, сами по себе легенькие. И на голове не давят. Это плюс. Второй плюс для меня, это внешний вид. Они очень аккуратные. И картинки, я сейчас вставлю, очень прикольно смотрятся на голове. Не, знаете, не дешево, я бы так сказал. Не кусок какой-то пластика. Вот сочетание как раз вот этого глянца и вот этого вот матового такого белого цвета софт-тача в принципе мне очень понравилось. Плюс, если у вас отрегулировано, здесь появляются вот такие вот металлические детальки. И в целом это все неплохо играет в плане внешнего вида. Теперь по звуку. Когда я тестировал эти наушники, не тестировал, а просто слушал в Китае, первое впечатление, в принципе, у меня и Антона было неплохо, неплохо. Но стоимость тогда нам что-то там говорили будет от 20 до 30 долларов. В этом диапазоне, конечно, это были бы очень хорошие наушники. Но они, в принципе, наверное, все без стоимости так и есть. Но в магазине они продаются почти в два раза дороже. То есть 40 там, под 45 долларов, если я не ошибаюсь. Даже если взять все купоны, пусть стоимость там будет 40 долларов. В этом сегменте цена, как по мне, немножко завышена. То есть есть какие-то реальные стоимости, по которым вот эти наушники можно купить, это долларов 30. Но 35 это предел. Вот эти вот 10 долларов, они даже как-то, знаете, не финансово играют роль, а вот как-то психологически и ты не можешь заплатить, например, за эти наушники. Это для меня. Я не знаю, как для вас. Например, 45 долларов. Играют они неплохо. Низкие частоты присутствуют. То есть бас пробивается. Если играет какой-нибудь клубнячок, то это все прикольно. Что мне не нравится? Не нравится мне, что вы не отдаляетесь от этого мира. То есть я люблю наушники. Если слушать музыку, что ты взял наушники, одел, включил какую-то песенку и ты как-то вот все. Вот там ты в своих мыслях и так далее. Может это возникает из-за маленьких амбрушурок. Но даже когда я вот прислушивался, то звук где-то вдали, понимаете? Где-то вдали. Он не рядом с вами играет, а вот где-то там. И вы как сидите, я не знаю, как будто вот в клубе, да? Ну как-то такое вот ощущение. Но в целом качество достойное. Нужно сразу понимать, что это любительский уровень. Это не профессиональная серия. Я с удовольствием буду ждать какую-то новинку. Потому что я думаю, после этих наушников выпустят поприкольнее и покачественнее уже аппаратуру. Я тестировал до этого. Приезжали внутриканальные наушники UMI, которые проиграли сразу Xiaomi Piston 3 по звуку однозначно. Но у этих наушников на данный момент для них конкурентов у меня не было. Поэтому они одни. И судить, стоит ли их покупать за 45 долларов однозначно или нет, я не могу. Но по психологическим, я же говорю, такой психологический порог 45 долларов переступить и отдать за наушники любительского уровня, ну как-то не знаю. Вот такие вот у меня впечатления. В целом даже неплохо. И если бы мне сказали, купил бы я их или не купил, скорее бы купил, чем нет. Вот так я вам отвечу. Поэтому вот такие вот наушники. Я с удовольствием буду ждать, я же говорю, новинку. Я думаю, они что-то еще придумают. Будет получше. И тогда действительно можно будет уже сделать заключение. А так как эти такие первые наушники, пробная серия, в принципе, неплохо. Неплохо. Мне понравилось. Как-то в целом, в целом очень даже приятное впечатление от наушника UMI Vox Blue. Ссылка на них, ребятки, будет в описании. Если кто захочет, приобретайте. Если кто не хочет, не приобретайте. Как всегда, выбор за вами. А я же говорю, больше бы я склоняюсь к тому, что купил, чем не купил бы. Вот такие вот дела. На сегодня все. Я думаю, музыкальный видеообзор был неплох. Я поделюсь с вами новинками, то, что сейчас появилось в Китае. И подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До новых встреч, ребятки. Пока-пока.